здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале уже по виду посылочки можно догадаться о чем пойдет речь я решила заказать себе стриптокарпусы так как немножко поработал над ними все-таки я решила что надо попробовать расшириться в опыте выращивания у меня где-то вот приблизительно три года с ними я попыталась подружиться и в этом году вот как-то вот они у меня как-то так вот пошли нашла и место где им нравится так ну что ж посмотрим что-то здесь фрагмент листа это вот упаковка стриптокарпус скобами закреплена так давайте откроем замотана чтобы мягенько им там было это скорее всего здесь находится фрагмент листа которые заказывают да фрагмент листа вот титан с робби лент сорта титан с робби но он и сам как бы не маленький вот такой здоровецкий класс можно разделить я думаю напополам но было побольше это я кстати заказывала у дмитрия дымченко нашла его очень чисто случайно увидела просто в одноклассниках у кого-то ставки в друзьях кто-то вот он или меня одноклассники спросили а знаете ли вы может быть такого человека но я как-то тогда еще на стриптокарпуса так не особо вот но вот решила заказа мне просто вот реально какая-то симпатия к человеку виртуальная потому что очень свои года он реально занимается уже занимается селекцией стриптокарпус потому что некоторые люди и в 50 не знают чем заняться вот человек уже определился что вот это вот да классно так это у нас название на на не нашими я уже даже не буду читать ну вот такой вот листочек от детки вот если вы занимает хотите заняться стриптокарпусами и такой мой совет вот надо покупать фрагмент это закон потому что если вы купите фрагмент вероятность того что у вас примется все-таки низковато вот а с детки вы можете уже что-то там отскупнуть если не получилось один раз на фрагменте вот берете следующий фрагментик когда деточка подрастает лучше взять пару деточек потому что сколько я читала стриптокарпуса вот реально во сколько я читал все таки они очень привередливы в том плане что нужно нужно и каждому подбирать свои условия потому что есть стриптокарпусы которые у одних растут сорта а у других вова человека такой сорт не растет так что тоже нужно быть в этом смысле внимательно так это деточка еще одна вот как упакует дмитрий все кулечком примотана скотчем сверху чтобы земля не высыпалась прекрасные деточки классно в общем я довольна замечательно здесь вот можно еще что-то снять поставить укореняться детки красивые ровные замечательно это чтобы не телепалась коробка так вот он тоже в тоже бумагу быстро заматывается и хорошо доезжает и не видите ложатся не стоят а ложатся немножко не такая вот как у фиалочек больше листиков они как-то могут стоя лучше доехать так снимаем но еще раз вам покажу вот люди занимаются профессионально выращиванием и продажей сортов так они вот реализации занимаются и как они покупают но не надо тратить пол жизни на упаковку правильно вы со мной я думаю все согласны не надо здесь ничего такого городить палочек всяких как вот показывать все замотано плотненько стоит прекрасно доехала из днепропетровска сейчас у нас днепр этот город называется вот класс классно корневая шикарно видно да еще раз посмотрим вот корневая система замечательно растут себе корешки все с ними хорошо деточки прекрасно будем это все снимать да это какой-то катон канди тоже я думаю что вот такой вот фрагментник отсюда можно взять отщипнуть и поставить укореняться вот поэтому если вы хотите попробовать стрептокарпус да вот чтобы не разочаровываться в них вот да они ну как чтобы деньги взял свои не тратить реальный совет это взять пару сортов ну не пару но хотя бы четыре да вот четыре пять сортов взять и дать им пережить лето это такой реальный совет потому что я свои первое лето угробила но не угробила потому что у меня фрагменты пооставались ну что я решила ну пересохли но и ничего как привыкла к фиалкам да фиалки как-то на пересушку легче реагируют чем стрептокарпусы это однозначно поэтому это вот такой реальный совет вот они красивые они классные их можно любить и нужно любить вот какая классная детка так давайте вот мы взяли стрептокарпусы лучше если вы покупаете то взять или детку или подрощены на что вас хватает средств да и вот как рассчитывайте свои силы потому что фрагментом сложно вот что-то сделать если вы неправильно его поставили укореняться слишком много воды дали он запрел или еще что-то но получается потом неприятности как-то опускаются руки и не хочется потом начинаешь опять с ними смотришь картинки опять хочется вот чтобы вот это желание нас не очень сильно подвергалась такому разочарованию подружиться со стрептокарпусами вот такой вот мой совет отлично мой потому что это мой опыт я взяла и фрагментами и листиками я взяла вот первый раз когда я пробовала подружиться со стрептокарпусами так я взяла и детками но детки были не такие дмитрий очень классные детки замечательно я знаю такое тоненькая маленькая не не вообще непонятного цвета видно не до свет у них был но неважно это уже сейчас я понимаю что тогда был у них недосвит и в принципе стрепцы очень так остро реагирует вот сразу и по липстям и все но даже с учетом того да вот я взяла фрагменты листа и детки с деток я конечно же поснимала такие фрагментики поставила но здесь вот с этой детки думаю максимум это вот можно взять вот этот фрагментик поставить укореняться так что чтобы у него была сила расти дальше вот и взяла фрагменты листа но вот я их слишком много дала воды и немножко меня подмокли загнили часть пропала но ну имея уже детку детка кося не подрастает вы можете еще один черенок с нее вот снять фрагменте и посадить то есть соответственно вы уже начинаете учить я конечно не смогла держаться не забраться во вторую коробку вот штабелями вот лежат смотанные уложены аккуратненько стрепсики ну я же говорю что заказ и делала заказ заказестый заказ не но просто не я люблю так знаете вот как уже взять один раз и все хотя в принципе конечно может быть и неправильно надо было сначала взять немножко посмотреть какие приедут потом заказать но это так делают нормальные люди вот ну а так как у меня думаю что же вот этот человек уморочить голову решила заказать сразу много но я же говорю я не пожалела и хочу вот обратить внимание любителям пенопласта которые любят класть пенопласт в горшки стаканы и так далее никаких пенопластов в горшочке нету человек выращивает занимается селекцией и при этом в горшки пенопласт не кладет потому что девочки говорят вот там это ну надо научиться поливать надо учиться поливать дренажные конечно я думаю что для новичка нужны но вот тоже дренажного нету отверстия вот дмитрий поливает через верх я так понимаю по верху горшочков это все но это вот были обещаны детки но как по мне вот это уже это далеко не детка да это уже такой почти взрослый куст и думаю скоро должен будет зацвести вот это тоже самое вот размер вы видите размер деток до размер продаваемых растений еще раз скажу огромное спасибо дмитрию потому что реально классные вот замечательные просто замечательные детки но я не буду утомлять раз вас разворачивать это все ну что же распаковала я всю свою посылку от дмитрия дымченко да в подарок не достались замечательные три сорта так плюс еще вот такие классные цветущие розеточки и очень классные вообще детки даже не детки очень крупные подрощены уже молодые розеточки которые скоро я думаю будут зацветать так что еще раз спасибо дмитрию большое за его такой классный посадочный материал думаю будем сотрудничать дальше надеюсь что у меня получится сохранить приумножить разыграться еще заказать спасибо вам за просмотр удачного дня дмитрию успехов в селекции и в его работе